Всем привет, с вами инженер Электрик и Кимов Игорь. Сегодня будем рассматривать современный паяльник от компании GVDA. Это один из лучших китайских паяльников. Давайте посмотрим, что он может и как им пользоваться. Лично меня подкупают его малые размеры, удобная ручка и быстрота разогрева. Ссылку на паяльник я оставил в описании. Если вас интересуют ролики по электрике, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. В видео я буду рассматривать полный комплект паяльника, а вы будете сами выбирать, какой комплектации он нужен конкретно вам. Это сам паяльник, держатели печатной платы, продвинутая версия держателя паяльника, запасные жала и источник питания. Но для начала давайте рассмотрим самую простую комплектацию паяльника. Она помещается в этой коробке. Вот такая коробка. Сзади на упаковке показаны его характеристики. Здесь мы видим, что применен OLED экран, который обеспечивает высокую контрастность. Регулировка температуры идет от 80 до 420 градусов. Есть режим сна и быстрый возврат к необходимой температуре. Чуть ниже указано, что напряжение питания от 5 до 20 вольт. Хотя реально меньше 9 вольт напряжения лучше не использовать. Максимальная мощность нагрева 65 ватт. Такую мощность паяльник выдает только при напряжении 20 вольт. Питание подается через разъем Type-C. Температура отображается с точностью 1 градус. Есть возможность откалибровать температуру в пределах плюс-минус 50 градусов. Чуть ниже данные изготовителя. Ссылку на страничку с полным описанием характеристик паяльника я оставил в описании. Давайте откроем коробку. Вот такой паяльник. У него удобная трехугольная ручка, которая хорошо сидит в руке. Для большего удобства применена противоскользящая силиконовая накладка. Корпус сделан из алюминиевого сплава, что делает его довольно крепким. Он комплектуется стандартным жалом. Жало уже залужено. Я паял им в одном из роликов по ремонту газового котла. Ссылку на видео найдете в описании. У паяльника удобные кнопки, которыми можно пользоваться во время пайки. Управлять ими можно одной рукой. Жало съемное. Откручиваем фиксатор и вынимаем жало. При желании можно поставить жало с другой заточкой. Эти жало входят в расширенную комплектацию паяльника. Данное жало похоже на стандартное, но чуть меньше. Это жало мелкий конус. Это конус чуть побольше. А это жало имеет скошенное круглое сечение. Особенность данных жал в том, что их не нужно затачивать, как у обычных паяльников с медными жалами. Почистил жало специальной салфеткой и можно пользоваться дальше. Особенность этих жал в том, что керамический нагревательный элемент находится внутри жал. Достаточно подать напряжение на эти два контакта и оно будет греть. Давайте померим сопротивление нагревательного элемента. Вот сопротивление стандартного жала 5,9 Ом. Мы можем померить сопротивление других жал. Вот сопротивление жала с мелким конусом. Вот сопротивление жала с конусом побольше. Вот сопротивление жала похожего на стандартное. Вот сопротивление жала со скошенным кругом. В среднем сопротивление этих жал около 6 Ом. Так как нагревательный элемент имеет определенное сопротивление, то по закону Ома, чем будет меньше входное напряжение на паяльник, тем меньшую мощность паяльник может выдать. К примеру, если запитать паяльник от бортовой сети автомобиля в 12 вольт, он сможет выдать 24 ватта и жало будет нагреваться за 17 секунд. А при напряжении 20 вольт паяльник будет выдавать мощность 65 ватт и жало будет греться всего лишь за 8 секунд. При пайке не используйте флюс, содержащий слишком много хлора или кислоты, чтоб избежать коррозии поверхности. Тогда придется менять жало целиком, а оно не дешевое. По сопротивлению жала и посадочным размерам можно подобрать жало от других производителей. Давайте посмотрим, что еще входит в базовую комплектацию. Вот такой переходник. С одной стороны Type-C, а с другой стороны стандартный разъем для блоков питания. Вот такой шнур для подключения паяльника к порту Type-C. Он содержит с двух сторон разъемы Type-C и длиной 1 метр. На зоне можно найти подходящий шнур на 2 метра. Главное проверяйте, чтоб он поддерживал ускоренную зарядку и подходил по мощности. Также сюда входит туба с припоем и простая хромированная подставка под паяльник. Сам порт для подключения паяльника находится в торце, в него мы подключаем шнур. Второй шнур шнур включаем в источник питания. Вот такой источник питания PDQC входит в расширенную комплектацию паяльника. Он позволяет выдавать мощность 65 ватт. Напряжение зарядки может изменяться от 5 до 20 вольт в зависимости от мощности, необходимой для питания паяльника. Провод имеет шину данных, которая позволяет паяльнику запросить необходимое для него напряжение питания. Зарядка имеет не только порт Type-C, но и порт USB для зарядки телефона. Для питания паяльника можно использовать блок питания попроще, но при этом в настройках паяльника нужно установить напряжение этого источника. Как это делается, я покажу чуть позже. А это инструкция по эксплуатации на китайском и английском языке. Но я думаю, после этого ролика вам данная инструкция не нужна. В расширенную версию входит такая подставка. Вот так она собирается. Она выполнена из сплошного металла. В комплект входит губка, которой очищается жало паяльника. К ней можно заказать 4 держателя печатной платы. Сейчас открою. Вначале накручиваем крокодилы, а сами держатели вкручиваем в эти отверстия. При этом обращаю внимание, что положение держателя можно зафиксировать с помощью этой гайки. С помощью обрезиненных крокодилов фиксируем плату. Ставим паяльник на подставку. С помощью данного приспособления нам удобно паять мелкие платы. Но прежде чем включать паяльник, давайте разберемся, зачем нужен такой навороченный паяльник, когда на рынке много паяльников намного дешевле. За время моей работы скопилась целая коллекция паяльников. Начнем с паяльника, которым я пользуюсь чаще всего. Он на 220 вольт и 25 ватт. И он хорошо подходит для пайки печатных плат. Но если дорожки толстые, то нужен паяльник помощнее. Вот почти такой же паяльник на 25 ватт, но на 12 вольт. Я его использую для пайки проводов автомобиля от бортовой сети. А вот паяльник на 220 вольт и 80 ватт. Как видите, жало обуглено. С ним лучше работать с диммером, чтобы понизить напряжение. Без регулировки напряжения с данным паяльником работать сложно. А вот еще паяльник на 100 ватт, когда нужно спаять довольно большие детали. В большинстве случаев достаточно иметь паяльник мощностью до 60 ватт. И вот чудо, я нашел копеечный набор паяльника, который регулирует температуру, имеет несколько сменных жал, имеет кучу дополнительных приспособлений и материалов. Да и заявленная мощность у него 80 ватт. Так вот, данный паяльник греет хуже, чем мой старый паяльник на 25 ватт. Он практически не прогревает толстые дорожки. Я его испытывал, когда ремонтировал термопот. Ссылку на видео по ремонту термопота я дам в описании. Причина малой теплоотдачи паяльника проста, я это вам сейчас покажу. Вот у нас жало. Вот я снимаю держатель жала. А вот нагревательный элемент. Если мы сопоставим размеры нагревательного элемента и жала, то можем заметить, что она болтается. Что нагревательный элемент имеет гораздо меньший диаметр, чем внутренняя полость жала. И между керамическим элементом и жалом фактически находится воздух, который не пропускает тепло. Этот воздух не позволяет передать большую мощность и паяльник не нагревается до необходимой температуры, когда нужно прогреть толстые дорожки на плате. При этом датчик температуры внутри паяльника будет показывать нужную нам температуру, что вводит нас в заблуждение. Если вы знаете, как доработать такой паяльник, чтобы он полноценно прогревал место пайки, то пишите в комментариях. Я думаю, это будет полезно счастливым обладателям подобных девайсов. Возможно, по вашим комментариям я сделаю отдельное видео по доработке данного паяльника. Но кейс от данного паяльника хороший и я выну из него этот паяльник и положу паяльник от компании GVDA. И я думаю, это будет лучшее решение на сегодня. Специально из-за этого кейса покупать такой паяльник я не рекомендую. Так вот, практически во всех случаях, где применялись прежние мои паяльники, можно применить один паяльник GVDA. В автомобиле его можно подключить от бортовой сети напрямую, а в помещении через блок питания. Толстые дорожки паяльник прогревает хорошо. Я даже им подпаял провод к контакту большого размера в удлинителе. А для чего останутся старые паяльники? Я ими буду паять активными флюсами, такими как кислотные и глицериновые, так как жало от них стоит копейки. В чем достоинство современных паяльников, в частности этого паяльника GVDA? Жало представляет единый блок из керамического нагревательного элемента и самого жала, которым происходит пайка. Тепло с нагревательного элемента легко доходит до места пайки и не происходит потери мощности. Поэтому паяльник может использовать всю свою мощность по полной. А это пригодится в большинстве работ по пайке. Плюс к этому, в паяльнике используется ПИТ регулятор для выставления температуры. Это позволяет быстро и точно выставлять температуру жала. К примеру, вы паяете что-то с большой теплоемкостью, тот же контакт удлинителя. Обычным паяльникам пришлось бы долго прогревать место пайки. ПИТ регулятор сразу же включит паяльник на максимальную мощность, чтоб прогреет место пайки максимально быстро до необходимой температуры. И он также быстро снимет излишек мощности, когда пайка закончена, чтоб паяльник не перегрелся. Жала данного паяльника не окисляются и их не нужно подтачивать. Достаточно почистить салфеткой и они имеют долгий срок службы. Давайте подключим паяльник к блоку питания. Он сразу находится в дежурном режиме. Чтоб выйти из него, нажимаем левую кнопку. В результате паяльник нагревается. У нас отображается напряжение, питающее паяльник и температура паяльника. Управляя клавишами, мы можем настроить необходимую температуру. Паяльник имеет датчик положения и если им некоторое время не пользоваться, он переходит в дежурный режим. Это время можно настроить, а также температуру паяльника в дежурном режиме. Чтобы войти в сервисное меню, нажимаем обе клавиши. Клавишами влево-право можем переключать пункты этого меню. Чтобы войти в пункт меню, нажимаем правую клавишу. Тут напряжение питания и температура паяльника. Тут шаг регулировки паяльника. Тут температура паяльника в дежурном режиме. Тут время, через которое паяльник переходит в дежурный режим. Тут время, через которое паяльник засыпает. Тут можно выбрать напряжение питания паяльника. Тут выбираем в каких единицах измеряем температуру, фаренгейтах или градусах. Тут выбираем язык английский или китайский. Тут можем перевернуть дисплей. Это полезно для левшей. Тут выбираем при включении паяльник включен или выключен. Тут можно откалибровать паяльник плюс-минус 50 градусов. А тут можно посмотреть версию паяльника. Вот мы рассмотрели все меню, которое есть в этом паяльнике. Вот я упаковал паяльник GVDA кейс от дешевого паяльника. Как видите, все вместилось. Даже блок питания. От прежнего паяльника в кейсе остался отсос, провода, пинцет и один туб с припоем. Сюда я поместил запасные жала и продвинутый держатель паяльника. Тут лежат гибкие держатели печатной платы, а тут трокодилы к ним. Тут поместился сам паяльник с простым держателем. Тут поместились все провода и еще один туб с припоем. Тут у нас поместился блок питания. Обращаю внимание, что в это место ничего не положишь, так как этот выступ блока питания будет сюда упираться. Добавил еще баночку с канифолью. При желании сюда еще поместится небольшая баночка со спиртоканифолью. Закрываем. Молния прекрасно закрывается и у нас получился вот такой вот кейс. Вот так работает современный паяльник, который станет хорошим помощником у тех, кому приходится часто паять. Если у вас остались вопросы, то пишите их в комментариях. Также буду благодарен, если вы поделитесь опытом эксплуатации подобных паяльников. Свои вопросы вы также можете задать производителю. Ссылку я оставил в описании. Поделитесь видео с теми, кому этот паяльник и информация из видео может быть интересна. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.